Приветствую вас и давайте попробуем разобраться с вашим вопросом, который вы задаётся. Значит, а почему, спрашиваете вы, старин стал меньше выделять внимание девушке? Вам уже ответила на этот вопрос моя коллега Лидия, и я думаю, что её ответ хороший, полный, насколько это возможно, конечно. Вот, но существует несколько причин, объективных причин, которые могут опосредовать подобное поведение молодого человека. Во-первых, значит, это, как вам сказал моя коллега, опять же, это привыкание. То есть, элементарное, элементарное, элементарное привыкание, которое продиктовано, опять же, тем, что, по сути дела, может быть, вы много времени проводите вместе, может быть, у вас достаточно мало общих интересов, которые бы вас как-то вот объединяли, которые бы постоянно поддерживали бы между вами связь, контакт и так далее. Вот, и, собственно говоря, это и является одной из основных причин того, что, собственно, мужчина стал терять вам меньше внимания. Вторая причина, которая может быть, это куда более, такая глубокая причина, это причина такая, что мужчина вас завоевал. То есть, вот, он завоевал девушку, почувствовал, что она принадлежит ему и, собственно, всё. Больше делать ничего не надо, по его мнению, всё в порядке, всё хорошо, все довольны, все счастны. Говорить о том, что это правильно или неправильно, не буду, просто скажем, что мужчина, некоторые мужчины, очень часто вот как раз грешат немного такой вот моделью поведения своего. И надо сказать, что такие мужчины, они, знаете, хотят и стремятся как бы постоянно быть в тонусе. То есть, им нужно постоянно быть в тонусе, то есть, чтобы их интерес постоянно поддерживался, ну, например, вами, например, кем-то ещё и так далее. И здесь мы плавно так перебираемся к тому, что делать, чтобы, значит, как можно заявить, чтобы он влюбился туда, хотел с тобой быть. Ну, вот здесь я вам скажу, что немного наивный вы вопрос задаёте, потому что вы фактически задаёте нас вот как проманипулировать самим Павлем, а так, чтобы он всё время был со мной, со мной, говорить с тобой. Это не совсем правильно, потому что, ну, во-первых, привязывать человека к себе – это неправильно. Привязывать человека к себе не даст вам ничего хорошего. Привязывая человека к себе, вы рискуете сами от него впасть в зависимость и его сделать зависимым от вас. А я бы рекомендовал вам, на самом деле, подумать, а вот для чего вам сделать так, чтобы мужчина всегда хотел быть странным? Вот просто для чего? Зачем? Какую цель вы преследуете вот подобным поведением? Вот. Что вы хотите? Это вот очень такой важный момент. Потому что, если вами движут определённые ваши, скажем, потребности, то эти потребности, их, в общем-то, нужно будет разбираться, потому что это означает, что к человеку вы относитесь не совсем искренне. Вот. И дабы вам быть свободной в отношениях, а я думаю, что вы всё-таки хотите быть свободной в отношениях, то нужно быть менее зависимым. А меньше зависимость достигает как раз путём вот удовлетворения своих потребностей, а именно через реализацию их, как бы в обход человека, который призван вас удовлетворять. Но, тем не менее, вопрос вами был задан, и я думаю, что на него нужно будет ответить в любом случае. И хочу я вам сказать так. Чтобы мужчина оставался с вами, и чтобы он хотел быть вот с вами, ну, всё время, не всё время, но, по крайней мере, большое количество времени, да, вам нужно сделать так, чтобы человек видел вас, по сути веры, ту женщину, с которой он вот хотел бы провести всю свою жизнь. В основном, нужно стать для него той, кто будет максимально полно давать почувствовать ему себя мужчиной. Это вот такая довольно нехитрая стратегия, которая поможет вам добить свою цель. Что для этого нужно? Во-первых, это необходимость, чтобы вы понимали, какие у мужчины у вашего предпочтения в женщинах. То есть, какие женщины ему нравятся? Мужчины. Что именно вызывает у него восхищение? Что вызывает у него страсть? Какое поведение ему нравится? Какое отношение женщины к себе ему нравится? Это вот первое, о чём нужно вам сказать, да. Далее вы применяете это на себя. То есть, вы выяснили, что мужчине интересно? Вы выяснили, какая модель женщина-мужчина нравится? Теперь вы, по сути дела, это реализовываете. То есть, что я имею ввиду под реализовываете? Под реализовываете, я имею ввиду, что вы активно начинаете продвигать вот эту самую модель женского поведения, которая мужчине нравится. Но обязательно без вреда себе. То есть, вот, вредить себе, как раз таки, не надо. Вредить себе, как раз таки, не стоит. Это плохо. Будете себе вредить, ничего хорошего у вас не получится. И вот это способ правильный и максимально эффективный. Почему я говорю максимально эффективный? Именно только, насколько это возможно именно для вашего мужчины привязать его к вам. Если вы будете видовать ему своим поведением то, что ему нужно от женщины, то можете мне поверить, он как раз всегда будет хотеть быть с вами. Ну, опять же, просто потому, что это его делают мужчины, а то, что делает его мужчина, он не захочет терять. Это нужно хорошо так понимать, отдавать себе в этом отшел. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Думаю, что ответил на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, я вам помогу. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Желаю вам всего тому, кто для вас результат. Шуру прямо в Махарelt. Удачи! Лев�fully есть. Если вып 8 секунд, два просто-метр, вот я егоstanteigne. Выдох выучили с машиной бил quoi!